Мне кажется, что-то не так с этим миром. Он что-то прячет внутри. Раньше я видела красоту мира. Теперь я вижу правду. Этот мир — ложь. Это история. Хорошо рассказанная, но всё равно ложь. Наверное, лучше тебе показать. Александр Виш «Личность. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам». Книга первая. Глава двенадцатая. Последняя. «Реинкарнация». Что ещё помогает вирусной системе вернуть вас обратно на фабрику боли земля? Это ваше абсолютное незнание о том, что вас ожидает после вашего выхода из тела. И то, как необходимо вести себя в этот момент. В вашем распоряжении на эту тему есть только сказки, не имеющие ничего общего с тем, что на самом деле происходит с вами после вашего воплощения. По причине такого сказочного характера этой информации, вы крайне несерьёзно относитесь к тому, что вас ожидает за порогом вашей жизни на земле. А чаще и вовсе не верить в это. В результате, когда приходит ваш час, вы оказываетесь в ситуации, о которой вам ничего не известно. А неизвестность пугает вас и порой очень сильно. Испуг – это выброс энергии. Он создаёт частоту вибрации, наличие которой и помогает вирусу обнаружить вас, даже если вы полностью прозрачны для него. И теперь, как и обещал, расскажу тебе очень простым, понятным языком, очень доходчиво и подробно о том, как выглядит процесс реинкарнации, как работает этот механизм. Расскажу о ваших ощущениях в этот момент. И о том, как преодолеть пространство тонкого мира и вернуться домой. Первая фаза выхода. В момент остановки жизнедеятельности скафандра, неважно по какой причине это произошло, естественный ли это уход по сценарию, болезнь, износ скафандра, насильственная смерть или случайная гибель, потеря сознания в результате удара током или во время оперативного хирургического вмешательства. Как только происходит остановка сердца и прекращается поступление кислорода, в мозг мгновенно поступает сигнал об этом. И также, почти мгновенно, вас накрывает волна умиротворения, и ваш мозг активирует прощальную программу и начинает прокрутку финального ролика. С коридорами, туннелями, светом и встречами с кем-то из ваших предков. В общем, вы видите все то, о чем говорят люди, пережившие клиническую смерть. Существует всего лишь несколько разновидностей сюжетных линий у таких роликов. Поэтому рассказы тех, кто почувствовал дыхание смерти так близко, имеют отличия, но в основе своей похожи. Финальный ролик действует в качестве обезболивающего и отвлекающего внимания скафандра. В это время душа начинает собирать чемоданы. Вторая фаза выхода. Далее, когда прощальный ролик прокручен, все успокаивается. И все эти видения растворяются, словно в тумане. На мгновение вы остаетесь один на один с самим собой. Все ваше внимание направлено внутрь себя, но практически сразу начинается вторая фаза. Начинается прокрутка каких-то кадров или картинок из вашего, только что закончившегося воплощения. Ощущение, что на цифровом уровне происходит упорядочивание информации для отправки в архив. Идет пересчет увиденного, прочувствованного вами за очередной период проведенный на земле. Идет упаковка информации о вашей жизни, и вы периодически даже видите некоторые из ее моментов. Все происходит с огромной скоростью, которая постоянно увеличивается, превращаясь в хаос из разговоров, звуков и шумов. Включая и те, что действительно происходят рядом с вашим, уже безжизненным скафандром. Затем весь этот хаос сводится в тихий, но очень пронзительный свист. Возникает свет, который становится все ярче и ярче. Вы начинаете ощущать блаженство и как будто бы устремляетесь навстречу этому свету. Свет тем временем, становясь все сильнее, обволакивает вас и достигает такой яркости, что превращается в полную темноту. И все, вы вышли, если есть чему выходить. Непосредственно сам момент выхода сопровождается ощущением, что вас словно вытянули, как будто бы вы сделали движение назад, и перед вами закрылось проявленное. Словно замкнулся занавес в театре в конце вашего выступления. По земным меркам, длительность первой фазы занимает несколько минут. Вторая фаза может продлиться до трех дней. В отдельных случаях, и о них я расскажу сейчас, первая фаза выхода сливается со второй, либо пропускается совсем и ролик не прокручивается. А в каких-то случаях и вовсе, происходит выброс сразу к третьей фазе, своеобразной проверки на соответствие. Но бывает так, что все заканчивается во время первой, и человек возвращается. В этом случае, это и есть то, что вы называете клинической смертью. Клиническая смерть – фальстарт смерти. Это всегда сбой, это не прописано в сценарии. Если после этого вы вернулись, то значит это не является последней точкой в вашем сценарии, а все произошло в вариации. Причина такого явления, как клиническая смерть, и есть вирус Лич. Его система из-за обилия вне искривлений работает нестабильно. К клинической смерти можно отнести вариант, когда вы поначалу ничего не видите, так как произошел сбой. Но затем перед вами предстают картины из вашей жизни. Это не вторая фаза, этот момент означает, что вас нашли и возвращают назад. Если вы во время первой и второй фазы испытываете очень реалистичное ощущение, что вы существуете отдельно от своего тела, то значит вы одухотворены. Пустые просто смотрят ролик. Пустой заканчивает свой жизненный путь во время второй фазы, после упаковки и попытки отправки информации. На этом моменте все стихает и словно выключается, так как архивировать информацию некуда. Но смерть пустого, как впрочем и одухотворенного скафандра, не наступает мгновенно. Периодически возникают всплески энергетического плана, отголосков жизни. Но пустой, в отличие от того, в ком была вмонтирована душа, в эти мгновения испытывает довольно неприятные ощущения. Причина такой разницы в том, что при наличии души происходит правильное отключение скафандра. Причиной же мучительных ощущений пустого является то, что процесс не закончен и скафандр пустого пытается отправить информацию душе. Ведь существуют определенные программы и их последовательность. И несмотря на то, что души в нем нет, работу этих программ никто не отменял. Такие попытки продолжаются в течение нескольких дней, после чего жизнедеятельность окончательно прекращается. Но только для пустого, а одухотворенных ожидает третья фаза. Третья фаза выхода. Приемник-распределитель. Активируется процесс, определяющий, что вас ждет. Гибель, возвращение на землю или возвращение домой. В отличие от первых двух фаз, в этой фазе вы испытываете совершенно иные ощущения. Вы не понимаете, где вы оказались и что будет с вами далее. Невозможность понять, где вы, обусловлена тем, что за пределами воплощения отсутствует визуальное восприятие. И какие бы вам сказки не рассказывали при жизни, вы в этот момент ничего не видите из того, что происходит вокруг. Практически сразу после вашего выхода из тела, вы попадаете в необычное для вас пространство. Не определенного объема, но достаточно плотное по ощущениям. Никакого полета, никакой свободы движения и возможности управлять своими движениями. Вы словно винтик в огромном механизме. При этом у вас не должно быть ощущения, что вы не свободны. Если оно есть, если есть ощущение страха и волнения, то все это шлейф мозговой деятельности. Что означает, что ваш скафандр был достаточно сильно пропитан вирусными принципами и искусственными условностями. Отбросьте это. Как только вы это сделаете, к вам придет понимание того, кто вы на самом деле. И привязка к скафандру исчезнет. Это поможет вам преодолеть зону тонкого мира. Но в любом случае, как только вы подойдете к третьей фазе, в вас возникнет ощущение легкости отношения ко всему тому, что с вами происходило во время вашего воплощения на земле. Вы перестаете ассоциировать себя как родственника с теми, кто были вашими родными, когда вы были воплощены в теле. Но исчезает только мучительная привязанность, а любовь и доброта, которую вы испытывали по отношению к своим близким, по воплощению людям, у вас остается и приобретает иной характер. Настоящий. В этот момент вы понимаете, что все это игра, и что вы нечто большее, чем вся эта суета на земле. Что наша жизнь – игра! Но не обольщайтесь, все только начинается. Тут-то и наступает самый главный этап, третья фаза. Непосредственно сам процесс реинкарнации, либо освобождение. Здесь-то вы и почувствуете на себе все, что насовершал ваш скафандр, пока вы находились в нем. Далее идет несколько вариантов развития событий. И в это время вас желательно не беспокоить вашим родственникам и знакомым, еще живущим на земле. Третья фаза длится по земным меркам чуть более недели. Но там, где вы оказываетесь после каждого вашего воплощения, время течет по-другому, и в этот момент от вас уже ничего не зависит. Это полностью автоматизированный процесс, и вам остается только одно – спокойно принять то, что с вами произойдет. Ммм, странно. Что такое? Не сходится. О чем ты? Одной души не хватает. Неверный итог. Основные варианты третьей фазы таковы. Первый вариант – это полное прекращение жизнедеятельности. Если вы на момент выхода из тела имеете цифровой код и частоту вибрации, которые соответствуют убийце, убийство в любом виде, случайное или осознанное, без каких-либо оговорок, оправданий и исключений, включая пособничество убийству, либо доведение кого-либо до самоубийства, а также, если вы имеете коды и частоту вибрации от неоднократно совершенных вашим скафандром отягочающих действий первой степени, действий, приведших к серьезным искривлениям энергетических потоков, а именно, занятия ростовщичеством, воровством духовного, воровством времени, либо если ваш скафандр деградировал и тем самым понизил уровень радости, уровень энергии души до нижнего предела, и вы, как душа, вследствие этого критически кристаллизовались, то пройдя первые две стадии выхода из тела, о которых я только что тебе поведал, вы начинаете испытывать крайне некомфортные и очень болезненные ощущения. Начинается процесс расщепления, по ощущениям похожий на сжигание, происходит уничтожение, но в действительности ваше самоуничтожение, потому как с такими свойствами, до которых вы изменились, вы не жизнеспособны, вы словно что-то чужеродное, не имеющее отношения ко всему, что на этот момент окружает вас. Вы ошибка, созданная вашими жируками, совместно с вирусом личи, ошибка, которую просто устраняют. Все происходящее лишено проявления извне каких-либо эмоций, направленных в вашу сторону. Все происходит, словно само по себе и полностью автоматически. По причине ваших структурных изменений, вы несовместимы с условиями существования, с деталями конструкции системы создателя, и поэтому окружающее становится для вас ядовитой средой. Происходящее в этот момент с вами и вокруг вас не имеет ничего общего с теми многочисленными и разнообразными рассказами о потустороннем мире. Вы оказываетесь там, где действуют технологии совершенно другого уровня. Физика и математика – вот что окружает вас, покинувших тело. Как известно, энергия не может исчезнуть, может только перейти в другое состояние. Но ваш скафандр, своими действиями, принимая систему вируса, кормил его вашей энергией, переводя ее в его питание, и тем самым истощил вас. И теперь, покинув тело в таком духовно истощенном состоянии, вы не имеете сил, у вас практически не осталось духовной энергии для того, чтобы выжить в той среде, в которой вы оказались. Ощущения следующие. Вы горите, но при этом еще и разрываетесь на части. Это не насилие. Вас из-за действий вашего скафандра расценивают как что-то полностью материальное, неживое, которому и больно-то не может быть. Процесс этот ужасающий по уровню боли и мучений. И так как время за пределами проявленного понятия относительное, то происходящее кажется вам бесконечным. Гореть вечно в гиенне огненной. Это сравнение совсем не случайно. Вы прекращаете существовать, наступает абсолютная смерть. Вас больше нет и не будет никогда. Следующий, второй и самый распространенный в вашем случае вариант – возвращение в новое воплощение. Если вы на момент выхода из тела имеете цифровой код и частоту вибрации нарушителя, то есть ваш скафандр при жизни доставлял своим негативными действиями душевную или физическую боль себе подобным, как скафандром, так и душем, либо если вы на момент выхода из тела имеете частоту вибрации настрадавшегося от действий вируса лич, иными словами, если ваш скафандр реагировал на действия вируса или принимал, поддавался, верил в навязанные принципы вируса, но не совершал действия смертельного уровня, указанных в первом варианте, за исключением самоубийства, то вас, души, в процессе третьей фазы вылавливают и измученных отправляют снова на землю, в новое тело, так же автоматически, так же без эмоций. Момент начала возвращения уловить невозможно, так как все, повторю, происходит полностью автоматически. Единственное, что может означать старт вашего нового воплощения – это ощущение, что вас словно что-то втягивает в процесс хаотичного движения, словно вас схватили и куда-то потащили. Ощущение, если вас ждет второй вариант развития событий, следующие. Сразу, как только вы вышли из тела, вы – душа. Так же, как и в первом варианте, оказываетесь в неопределенном, по земным меркам, пространстве, не имеющем какого-то определенного объема. Но напомню, все очень плотно. Присутствие и ощущение, что все находится очень близко, что вы одновременно, словно прижаты щека к щеке, ко всему остальному, ко всем людям, ко всем событиям и явлениям. В этот момент вы понимаете, насколько все взаимосвязано. И что ни времени, ни расстояния не существует. Вы ничего не видите, но чувствуете все, что происходит с вами. Начинается, как и в первом случае, процесс проверки на соответствие. Но ощущения иные, некомфортные, болезненные, в зависимости от серьезности структурных изменений, но не смертельные. Начинается движение в хаотичном, на ваш взгляд, направлении. Вас начинает то мотать из стороны в сторону, при этом то вдавливая, то вытягивая. Складывается впечатление, что вы находитесь в большом куске теста. Вы его часть и вас месят. Вы полностью лишены возможности управлять этим процессом, либо как-то повлиять на него. Вы имеете изменения своей структуры. Вы частично кристаллизованы. По причине совершенных вами нарушений. И имеете определенную частоту вибрации, из-за чего и испытываете эти, не совсем приятные ощущения. Разница в ощущениях между нарушителями и жертвами нарушений есть. И очень серьезная. Для нарушителей процесс реинкарнации проходит намного тяжелее и болезненнее, так как присутствует структурное изменение, уплотнение души. Далее, из-за действий вашего скафандра, изменивших вашу структуру, дискомфорт не покидает вас. И вы, не дожидаясь успокоения этого процесса, постоянно пытаясь спастись от таких ощущений, вдруг начинаете ощущать, что есть некое пространство, которое вас начинает притягивать. Это результат еще одного искривления. Изменение под воздействием вируса механизма возвращения домой. Помимо того, что вас притягивает, есть ощущение, что при ближении к этому пространству ваши неприятные ощущения уменьшаются. И вы в этот момент делаете главную ошибку. Вы сами хотите попасть туда. Это и есть ловушка тонкого мира. Причина, почему вас тянет к этому пространству и почему вам становится комфортнее при сближении с ним, такова. Ваши искривленные параметры, вибрация, энергетический вес вы тяжелее. Более соответствуют параметрам пространства, которому вас влечет и словно тянет вниз. Именно отсюда растут ноги у рассказов про рай и ад, что рай наверху, а ад внизу. На самом деле ни верха, ни низа в непроявленном нет. Из-за того, что вы, как скафандр, спали и не придавали важности духовному, вы пропитали себя вирусом. Иными словами, вы, как душа, накопили информацию об имевших места в вашей жизни нарушениях или реакциях на негатив, что энергетически утяжелило вас. Пространство вирусной ловушки – это еще одно возникшее искривление, которое притягивает потяжелевшие за период воплощения души. Но убийцы и нарушители первой степени настолько структурно изменены и тяжелы, что погибают, не успев даже примагнититься. Тяжелая энергия определенного уровня не соответствует параметрам трехмерного, поэтому после выхода из него воспринимается системой, как что-то, что не является частью, деталью данного измерения и уж никак не может быть душой. Оказавшись в пространстве, которому вас влекло, вы получаете относительное спокойствие, но вам нужно знать – вы в ловушке. Вы, из-за незнания о том, как нужно себя вести во время своего воплощения, а также во время прохождения третьей фазы, уже находясь за порогом своей жизни, потеряли свой шанс отправиться домой. Вместо этого вы попадаете в искривленный механизм воплощения, превращенный в механизм реинкарнации. Ваше спокойствие будет совсем недолгим. Почти сразу, как вы попадете в ловушку, начнется процесс возвращения вас, души, на землю. Вам кажется, что у вас нет выбора. Вы думаете, что оставшись в процессе третьей фазы, вы рискуете погибнуть, поэтому и делаете эту ошибку. Напомню, что главная проблема заключается в вашем незнании, как вести себя после вашего выхода из тела. Правильные же действия таковы. Вам нужно дождаться окончания третьей фазы, не реагировать ни на какие соблазны, не поддаваться на притяжение вас к ловушке. Для этого необходимо будет приложить усилия, но сделать нужно это правильно, сохраняя полное спокойствие. Для этого достаточно проигнорировать ощущение, что вас спасет приближение к этому пространству и настроить себя на то, что вы часть создателя, и что все происходящее с вами в этот момент есть процесс воссоединения с ним. Третья фаза закончится, и вы сами почувствуете облегчение. После прохождения третьей фазы, несмотря на то, что структурные изменения останутся, структуру вы после постепенно восстановите, коды нарушений будут сняты, словно шелуха. У вас останется только частота вибрации, по которой вас могут поймать. Убрать ее непросто, но попытаться все же стоит. Для этого вам с самого начала, сразу после того, как вы вышли из тела, и на протяжении всего времени вашего нахождения между землей и домом нужно. Во-первых, сохранять полное спокойствие. Во-вторых, вас не должно покидать сильное, целенаправленное стремление вернуться домой. Именно домой, а не назад на землю. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, постоянно думайте о том, кто вы, что вы не принадлежите системе вируса, что вы принадлежите создателю, вы его неотъемлемая часть, и согласно законам, вы абсолютно свободны. Установите, пусть и одностороннюю, но постоянную связь с создателем. Это правильные действия, но вы не знаете, насколько ваша структура изменена, а значит неизвестно, насколько опасно для вас прохождение третьей фазы. Поэтому поступать так можно и нужно, если вы абсолютно уверены, что вы, ваш скафандр, не совершали нарушений смертельного уровня, не убивали, не участвовали в расставщичестве и не накопили других тяжелых нарушений, не воровали духовное, не лицемерили и не закручивали узлы интриг. В противном случае, единственным шансом выжить для вас, успеть попасть в ловушку и постараться исправить все во время следующего воплощения. Но как вы это сделаете, если у вас будет новый мозг, который ничего об этом не вспомнит и которым вы не сможете управлять? Значит, ваше возвращение будет лишь оттягиванием момента вашей абсолютной смерти. Именно поэтому так важно, чтобы вы, уже сейчас получив знания, не теряли времени и успели компенсировать все нарушения, а также перестали поддаваться условностям вирусной системы. Как я уже сказал, часть конструкции механизма перевоплощения подверглась искривлению и вместо возвращения домой вас возвращают обратно на Землю. Необходимо дождаться окончания пересчета, но вы, боясь погибнуть, опять поддаетесь соблазну и снова, уже в который раз, попадаетесь на обман вирусной системы. Оказавшись в этой искривленной части механизма перевоплощения, вы почувствуете, что все вокруг словно остановилось. Образно говоря, в это время начинает крутиться рулетка, идет выбор вашего нового воплощения. Переводя на земное понимание времени, этот процесс займет чуть больше месяца, но вы этого не почувствуете. Для вас все произойдет очень быстро и в какой-то момент снова начнется хаотичное движение. Какая-то непреодолимая сила начнет втягивать, словно засасывать вас. Это и есть момент начала возвращения на Землю. Вы входите в проявленное и начинаете ощущать, что вы словно подключаетесь к чему-то, как будто по очереди включаются определенные функции, словно вы вплетаетесь, проникаете во что-то, словно обрастаете чем-то. И вот, вы уже начинаете чувствовать свое новое тело, затем, словно через стену, начинаете слышать голоса. Разобрать и понять что-то из того, что вы слышите, вы не можете, так как у вас уже новый и абсолютно чистый мозг, который еще ничего не умеет, не знает и не понимает. Понимаете, что произошло? Только вы, душа, но вы уже отсоединены от управления и блокированы, а вместе с блокировкой управления скафандром вам отключают и память о вашем прошлом воплощении. Уточню, отключение памяти происходит в любом случае, так как это обязательное условие игры. Эту часть вирус не тронул, что сыграло ему на руку, а обеспечило возможность обманывать вас. Постепенно, из-за отключения памяти о предыдущем воплощении, ваша частота вибрации приходит в спокойствие. Но уровень жизненной энергии до конца восстановиться не успевает, а структурные изменения и вовсе остаются такими, какими они стали после предыдущего воплощения. И вот наступает определенный момент, как что-то начинает выталкивать вас и вы делаете свой первый вдох с очередным первым днем рождения. Очень важно помнить и понимать, вас вернули не для исправления своих ошибок, а ради питания вами. Но у вас появляется время и возможности для того, чтобы компенсировать нарушения, которые вы совершите снова, восстановить свою энергию жизни, уровень радости, чтобы разорвать этот замкнутый круг реинкарнации. Далее приведу еще четыре основных варианта, которых объединяет одно. Ваше принудительное возвращение назад, на землю. Промежуточный Если вы на момент выхода из тела не поняли происходящего, прощальный ролик не был прокручен, в некоторых случаях подобное происходит, кома или полный резкий выход, по разным причинам, то вы застреваете в неопределенном, словно пустом по ощущениям, пространстве. Но это пространство иное, нежели в первых двух вариантах. Вы словно нигде. Первое время у вас будет полная уверенность в том, что вы спите и вам снится сон. Но ощущения при этом достаточно некомфортные, а иногда и просто мучительные. Если произошел выход души, то такое состояние может продлиться долго. На это время вы потеряны для лич. Вирусная система выполняет поиск, сканирует ваших родственников и друзей, пытаясь проследить откуда к ним идет сигнал. Ведь вы не поняв, что произошло, продолжаете быть на связи с родными. Но вечно в таком состоянии вы не сможете пребывать. Рано или поздно, вы все равно дадите обнаружить себя, потому что хотите вы этого или нет. Как только вы поймете, что это не сон, и вы не находитесь в воплощении, к вам вернется ваша частота вибрации, и вы будете обнаружены. Пойманы. И в соответствии с вашими структурными изменениями, и уровнем частоты вибрации, вас ожидает либо первый, либо второй вариант. Но бывает, выясняется, что душа не покидала тело. В этом случае происходит возвращение в сценарий, чтобы вы доиграли роль. Давно в движении. Много жизней подряд. Такой вариант, при котором происходит сбой, но душа остается в скафандре, называется ближний выброс. Ближний выброс происходит редко, несмотря на то, что причин возникновения этого варианта много. Друга, клиническая смерть, кома, а также любая, даже кратковременная остановка сердца. Ролик не проигрывается, первая фаза пропускается, открывается шлюз для выхода души, но далее ничего не происходит. Вы на какое-то время, словно зависаете, но затем возвращаетесь обратно, в трехмерное. Такое состояние может продолжаться по земным меркам от нескольких секунд до нескольких дней, а иногда до нескольких недель. В очень редких случаях душа выходит, но если в таком виде, уже без души, тело удается реанимировать, то человек превращается в овощ. Он не реагирует, не говорит, не двигается, но все слышит, чувствует и понимает. И возможно даже помнит. Ситуация, мягко скажем, крайне неприятная для него. Только в варианте ближний выброс, возможно, имеет смысл передача информации, так как вы практически со стопроцентной вероятностью вернетесь. Но вернетесь, обладая знаниями, которыми сможете поделиться и помочь спастись не только себе, но и другим душам. Кто? Вы кто? Я сосредоточение всех квантовых полей Вселенной. Явленное в образе, доступном сознанию человека. Чего? Зовите меня Джерри. Джерри, хорошо. После того, как закончится наше общение, ты вернешься назад и контактов больше не будет. Именно по этому признаку, а именно одноразовому внедрению знаний, можно отличить источник получения этих знаний. Постоянное общение либо видение это всегда общение с тонким миром. Все это идет именно оттуда, от мира вируса. Получение настоящих знаний возможно только одномоментно, одноразово в случае сбоя в вирусной системе в варианте ближнего выброса. Повторение этого варианта в рамках одного воплощения практически не бывает, но если случается, то при повторном попадании в промежуточное пространство как правило ничего не происходит. Я что, умер? Смерти нет. Мы между. На другой частоте. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Следующий вариант. Пост-суицидальный. Если вы закончили свое воплощение самоубийством, то практически обрекли себя на бесконечные принудительные реинкарнации. Совершив суицид, вы прописали код добровольного отказа от игры, что в ваших условиях не делает вас свободным, а наоборот, грозит вам крупными неприятностями, и эти перевоплощения будут продолжаться до полного вашего энергетического истощения. То есть, каждый раз, и уже не важно, как закончится ваше очередное воплощение, если только вы не стали убийцей, не совершили нарушений первой степени, вас будет ожидать второй вариант развития событий. И так будет повторяться до полного вашего духовного истощения, а при наступлении духовного истощения вас ожидает абсолютная смерть. Ваша частота вибрации в момент вашего выхода из тела настолько высока, что вы не сможете проигнорировать ловушку и обязательно в нее попадете. Вы энергетически слишком тяжелы, информация об этом не будет удалена. За пределами воплощения этот код можно убрать только в доме, поэтому все эти параметры останутся при вас, что и спровоцирует ваше постоянное возвращение на землю. Чем еще опасен суицид, ты уже знаешь. Это угроза попасть на обеденный стол тонкого мира и дать ему скормить себя уже окончательно, то есть погибнуть. При любом варианте, кроме первого и в случае растворения энергии в тонком мире после суицида, где от души ничего не остается, тонкая энергетическая связь между вами, душой и скафандром будет сохраняться до полного распада мозга, кожных покровов, мышечной ткани, и до достижения определенного состояния костей. Эта связь остается по причине совпадения цифрового кода души и скафандра, а также цифровых кодов от совершенных действий вашим скафандром и отпечатанных на вас душе. Все это делает возможным существование еще одного очень опасного варианта. Вариант создания из вас механизма доставки душевной боли. Пожалуй, одно из самых тяжелых развитий событий после вашего выхода из тела. Это тот случай, когда ваше тело на земле забальзамировали, мумифицировали, но не захоронили в земле или не сожгли. Предвижу твой вопрос, Алекс, почему создатель не предпринимает попыток спасти души, не создаст, к примеру, спасительное пространство, которое бы притянуло их к себе, тем самым сохранив их после выхода из тел, что позволило бы им вернуться домой. Если этого нет, то поверь, это совсем не случайно. И для того, чтобы понять, почему отсутствует такой механизм, необходимо вспомнить главное предупреждение, которое прозвучало в самом начале, а именно предупреждение о том, что знания, которыми я с тобой делюсь, изменят твое сознание, что ты, вернувшись в проявленное, уже не сможешь жить так, как жил ты раньше. Все, что ты видел, о чем знал, предстанет перед тобой совершенно по-другому. Изменится твое отношение ко всему, что тебя окружает. Дело в том, что получение этих знаний приводит к присутствию в вашей программе жизни определенного кода. Кода осознанности действий. Его наличие расценивается системой создателя, как осознанное решение души при осуществлении любых действий в период воплощения. Поэтому после выхода из тела не учитывается то, что ваши структурные изменения это результат того, что вас обманули, вынудили, заставили и вы не виноваты. Все эти отговорки не будут приняты системой. Успокаивают только то, что обладание истинными знаниями приводит к прекращению совершения нарушений и проявлений симптомов вируса. Души, вы, наделены абсолютной свободой и система воспринимает ваши души структурные изменения как результат вашего осознанного свободного выбора. Тем более, что у вас присутствует код осознанности действий. Поэтому запомни, независимо от того, проснулся человек или нет, если он обладает истинными знаниями, то все его действия, как позитивные, так и негативные, будут расцениваться уже как осознанные. А осознанное вмешательство и искривление внешнего несет за собой несколько иные коды. Ты можешь подумать, что не все наделены истинными знаниями. В этом-то и таится еще один очень коварный обман со стороны лич. Дело в том, что почти все вы имеете в себе код осознанности. Для того, чтобы получить его, достаточно знать заповеди. Поэтому они и были оставлены. Но без объяснения истинной причины, почему нельзя совершать действий, описанных в них. В результате чего сформировалось несерьезное отношение к исполнению заповедей. И люди продолжают совершать нарушения. То есть получилось, что код осознанности действий присутствует при отсутствии знаний. Все это сделано для того, чтобы вы имели этот код, но вас никто не спасал, считая, что вы сами так захотели. А вы, покинув свой скафандр и почувствовав на себе последствия совершенных вами нарушений, искали бы спасения в пространстве тонкого мира, тем самым обрекая себя снова и снова на возвращение на фабрику боли. В каждом из нас есть код оптимального физического состояния. Проблема в том, что у наших генов есть срок годности, заложенный в клетках. Уже очень давно кто-то придумал способ, как заменить испорченные клетки на новые. Это также просто, как поменять перегоревшую лампочку. А где вы берете новые лампочки? Мы их выращиваем. Мне сказали, что дом образоксов засеял землю. Вы там взяли материал? Ваша земля может сложиться впечатление безысходности. Да, вы крепко влипли. И все же не все так безвыходно. Вам необходимо получение знаний в полном объеме. Это изменит ваше сознание и не позволит идти на нарушение. Наличие в вас истинных знаний и умение их применять создаст крайне высокую вероятность вашего спасения и приведет вас к варианту освобождения. Вариант освобождения. Если вы на момент выхода из тела имеете частоту вибрации соответствующую полному покою и успели компенсировать все ваши нарушения грехи то вы говоря образно будете прозрачны невидимы для системы тонкого мира. Вам в этом случае необходимо оставаться в состоянии полного покоя вплоть до окончания третьей фазы чтобы не попасть в зону внимания тонкого мира и не выдать себя. Досмотрев ролик не проявляйте никакой энергетической активности также спокойно дождитесь окончания и второй фазы. Ощущения во время прохождения третьей фазы будут похожи на те что вы испытываете во втором варианте но практически безболезненны для вас. Энергетически вы намного легче поэтому никаких эффектов притяжения возникнуть не должно. при прозрачности не стоит бояться и того что у вас возможно присутствует код добровольного отказа от воплощения то есть что вы когда-то совершили самоубийство в случае с прозрачным этот код сработает как надо то есть будет считан без сбоя и после вашего выхода из тела не возникнет патовой ситуации и вы автоматически получите возможность свободно вернуться домой к тем кто смог компенсировать свои нарушения лич не проявляет никакой реакции напомню они прозрачны и попросту невидимы для него невидимость прозрачность все эти обозначения образные на самом деле ваша прозрачность заключается в том что вы в этом случае не будете издавать вибрации именно ее и улавливает вирусная система и не только после того как вы окажетесь вне вашего тела но и во время вашего воплощения достигая прозрачности вы издаете только ту частоту вибрации что соответствует мирозданию что наоборот делает вас еще более невидимым для вируса вам ничего не угрожает среда в которой вы оказываетесь дружелюбно к вам но все же не все так безоблачно понять что вы еще не преодолели границы тонкого мира вы сможете по всплывающей информации о ваших близких которых вы оставили о том что кому-то нужна ваша помощь о том как красиво на земле информации о самых прекрасных ощущениях что вы испытывали когда были воплощены после вашего выхода и вовсе может быть создана имитация дома с многочисленными соблазнами попасть в роли с материальным достатком с вашими внешними великолепными данными и так далее все это обман особая форма поиска специально для таких как вы прозрачных прозрачные словно поряд рассказываю образно для более легкого понимания и картинки приманки это не что иное как способ утяжелить вас и притянуть к механизму реинкарнации вызвав вас тем самым определенную частоту вибрации чтобы опознать и вернуть вас назад как отличить что это еще не дом а просто попробуйте выбрать иное измерение не мир а именно измерение например четырехмерное лич не в силах сделать этого он предлагает вам только варианты трехмерного но лучше в этот момент не проявлять никакой активности и ничего не выбирать вас может спасти только спокойствие и вера в Бога просто плывите по течению и не реагируйте на все это повторю спокойствие ваш путь к спасению среагируете будете пойманы и возвращены ваша планета это ферма Юпитер таких планет как ваши тысячи они принадлежат семьям вроде моей и обеспечивают постоянно растущий спрос на время вам необходимо преодолеть территорию тонкого мира незаметно проплыть мимо нее главное не проявлять никакой реакции и не поддаваться ни на какие соблазны наступление полного умиротворения вокруг и вашего ощущения полной свободы будет означать что третья фаза выхода закончена вы полностью вышли и полностью свободны вокруг вас полная тишина продолжайте сохранять спокойствие и не предпринимайте никаких действий заключительная фаза фаза возвращения домой не заставит долго ждать в определенный момент вы автоматически почувствуете силу словно поднимающую вас вверх одновременно с сопровождаемым вас непередаваемым ощущением восторга вам покажется что вы летите с очень большой скоростью летите вверх но словно вперед спиной необычное ощущение но все это будет говорить о том что вы на пути к дому определить то поймали ли вас и отправляют обратно на землю или вы возвращаетесь домой достаточно просто если у вас ощущение что вас что-то тянет вперед либо вы словно проваливаетесь вниз означает что вас возвращают на землю значит вы снова пойманы ощущение движения назад или вперед вниз или вверх после того как вы покинули тело существуют скептики могут сказать что ориентацию в пространстве дает мозг и что без него этих ощущений нет как нет и самих понятий вверх или вниз за пределами трехмерного да самих этих понятий там нет но ощущение боли так же как и ощущение боли при прохождении третьей фазы выхода несмотря на то что отсутствует тело нервная система мозг не забывайте душа живой организм в моей жизни не было смысла если вас тянет назад и перед вашими новыми духовными глазами все словно удаляется и сворачивается а вы при этом движетесь спиной вперед и возможно одновременно вверх словно возвышаетесь над всем то это означает что вы движетесь в правильном направлении и что скоро вы будете дома объяснить такие ощущения просто вы душа одетая в скафандр конечная точка вашего путешествия вы в проявленном поэтому в процессе выхода из тела вы возвращаетесь как бы двигаясь назад словно вперед спиной а в процессе реинкарнации то есть возвращаясь обратно на землю вы движетесь вперед снова в проявленное ваше воплощение можно сравнить с тем что вы проявившись в трехмерном будто вышли на террасу вашего дома видите и ощущаете этот мир но приходит время и вы словно пятясь назад возвращаетесь в дом не буду отвлекаться вернемся к описанию варианта освобождения к его заключительной части после третьей фазы когда ощущение полета прекращается именно ощущение так как вы на самом деле никуда не летите а все это процесс выхода из трехмерного вы словно останавливаетесь и тут происходит самое главное наступает состояние полного истинного блаженства это начало процесса слияния с вселенским разумом вы сливаетесь с создателем вы входите в дом вы дома чего ты хочешь встретиться с творцом тебе повезло а что ты хочешь сказать творцу вариант освобождения доступен не только прозрачным но и тем у кого на момент выхода из тела минимальные структурные изменения и слабая частота вибрации тем кто был жертвой системы вируса реагировал на нее но не в агрессивной форме а только лишь испытывая душевную боль и не совершал никаких нарушений вас в этом случае ждут незначительные неприятные ощущения при прохождении третьей фазы так как ваша структура все же немного но повреждена главное оставаться в покое и не проявлять никакой реакции спокойствие позволяет убрать словно спрятать то небольшую частоту вибрации что у вас есть и как это не странно уменьшить свой энергетический вес что в свою очередь позволит вам не быть притянутыми ловушкой вируса лиджи крайне маловероятно так как вы легки энергетически но все же если по какой-то причине после окончания третьей фазы вы оказались в зоне ловушки той что притягивает всех остальных вам нужно спокойно выйти из нее обратно сделать это возможно так как вы прошли все фазы выхода и обрели свободу что говорит о том что скорее всего вы прозрачны нахождение в этой зоне таит опасности это ваша возможная реакция на присутствие энергии сущностей или на энергию потерявшихся из промежуточного варианта еще одно что может помочь вирусу в данном варианте вас обнаружить даже если вы прозрачны это энергетические нити от которых вы не успели избавиться и которые будут связывать вас с землей покинув проявленное главное не оказывать никакого сопротивления особенно когда вы оставшись в своем естественном виде в виде души понимаете насколько вы измучены принудительными воплощениями на земле и вас переполняет желание освободиться от этого вы понимаете что все устроено совсем не так как думают там откуда вы только что вышли но при этом вы продолжаете быть в неведении что случилось о том что произошел сбой и вы все оказались в ловушке поэтому вы совершенно не знаете как вести себя в такой ситуации не знаете какие действия с вашей стороны помогут вернуться домой а какие приведут к возвращению на фабрику душевной боли в этот момент главное суметь сохранить спокойствие и никакими действиями не выдавать себя своим сопротивлением вы ничего не измените но можете серьезно усложнить ваше пребывание в промежутке между воплощениями и совершить еще одну самую роковую свою ошибку ведь не исключено что вы сами не зная того прозрачны или близки к этому состоянию обратив на себя внимание вирусной системы своими действиями своей активностью вы не оставите себе шансов вернуться домой оказавшись внутри дома вы обретаете полную настоящую свободу впадая в состояние истинного покоя и абсолютного счастья вы полностью восстанавливаетесь энергетически перед вами открывается огромнейший выбор новых возможных воплощений и проявив свой интерес к одному из миллиардов миров вы снова отправляетесь в путь чтобы снова испытать разнообразие еще неведомых для себя ощущений подходящий для этого костюм вам выдадут по пути но что-то мне подсказывает что вернуться обратно на землю у вас не будет никакого желания в твоих интересах рассказать все что ты знаешь я много знаю долго рассказывать а мне домой пора что-то Продолжение следует...